Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Приобретение участника. Почему такой дорогой аутсорсинг получается? Потому что машины должны приобретаться через бюджет. Это обязательство бюджета приобретения машин скорой медицинской помощи. А когда идет аутсорсинг, то обязательство по приобретению машин переходит на бюджет ФОМСа. И вот эта сумма, 100 машин нужно в Самарской области, умножить на 2 миллиона. 3,5 миллиона стоит машина. 3,5 миллиона. Сколько получается? 350 миллионов. Вот эти 350 миллионов, они возьмутся из наших зарплат. Кто бы в этом сомневался? Просто напросто. В этом никто и не сомневается, если уж так рассуждать. Мы уж о машинах-то молчим. С того куска быстро оторвут. Мы поэтому здесь все и собрались, чтобы это нормально, по закону все получилось. Поэтому я и хотел, чтобы мы вместе били в одну точку. Вы представитель кого? Я представитель станции скорой медицинской помощи «Здоровая семья». Какой станции? Часку, где работаете? Вот. Я там работаю. Здоровая семья. А здоровая семья? И я работаю. Здоровая семья – это автономная, некоммерческая организация. Не ставившаяся перед собой. Получение прибыли. Нет, мы вас… Не путайте одно с другим. А можно вопрос задать? Да. А почему вызов в фонд медицинского страхования, вызов «Здоровая семья» оплачивает 2700 рублей, а нам всего 2300? Это кто вам сказал? А вам 2700. У меня есть такие данные. Но у вас неправильные данные. Вот я поэтому и говорю. Что у вас вызов стоит на 400 рублей дороже вам. На 400 рублей больше вам платят. А вы знаете, что у вас в среднем вызов стоит 2000? 2300 у нас оплачивается. Так кто же он такое сказал? Ну, вы возьмите документы Терфонда и посчитайте. 2048 рублей стоит вызов скорой помощи. Ну, у вас… Это чисто коммерческая организация. Ваша точка зрения с нашей же не расходится. Абсолютно. А что мы спорим тогда? Чисто коммерческая организация. Я еще в 97-м году сказал, когда уволился из видов организационных сил, да, и начал заниматься скорой медицинской помощью, да. Я еще тогда сказал, что со скорой помощью города Самара и Тольятти я никогда не буду ругаться и спорить. Потому что это одни и те же люди, делающие одно и то же дело. Ну, правильно. Тогда вставайте в наши виды и не будем спорить. Так я стою. Я просто хотел, чтобы один из ваших представителей, да, вот, мог пойти на круглый стол, который организовал, в общем-то, с моей подачи организован, понимаете? Вот. Ну, как? Инициатором этого круглого стола был я. Я министру написал вот столько, вот такую кучу претензий от Ассоциации медработников скорой медицинской помощи. Как вы можете писать? Вы в коммерческой структуре работаете. Я председатель правления. Нет, понятно, но мы-то работаем не в вашей структуре. Ассоциации медработников скорой медицинской помощи. Я вас понимаю, я вас понял. Самарской области. Вот вы сейчас собрались не в вашей структуре. Во-вторых, мы не относимся к вашей структуре. Организация, она чисто коммерческая. Какая? Ассоциация медработников? Причем тут социальная? Вы спрашиваете? Здоровая семья. Здоровая семья. Здоровая семья, это не надо. Это коммерческая организация. Нет, сейчас мы пришли. Слушать не вас. У нас называется автономная некоммерческая организация. Давайте раздвинемся, покажем уже нашу точку третью. Так, смотри. Это бесполезно. Мы и нет. Мы забрали. Если вы забыли. Какой же я начальник этого поезда? Да, он там. Вот видишь, как свил у вас. А вот что, мы что, просто стоять? Вот пулемки каждый день. Да, что? Да, мы свое стоим. Я пенсионер. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Перевод автопарка на аутсорсинг ставит стабильность работы станции скорой помощи за счет того, что частник свою выгоду получает После списания автомобилей СМП не остается никаких альтернатив Через три года заканчивается контракт на аутсорсинг Что частник будет делать? Он повысит свои цены То есть оказание неотложной скорой, неотложной медицинской помощи и экстренности ставится в зависимости от конъюнктуры рынка В зависимости от частника Частник будет рулить Частник будет говорить, сколько он даст машины, по какой цене Согласно статье 413 Удового кодекса мы не имеем права на забастовку Уйдя в аутсорсинг, водители будут иметь право на забастовку Чем это грозит? В случае задержки заплаты не выход на линию Город остался без медицинской помощи Город остался без машин скорой помощи Может такое произойти? Может Никто от этого не застрахован Такая служба, кстати, уже Подобный случай имел место в Перми, кстати, уже 15 водителей не объявили забастовку Город остался без 15 машин Участников на примере Уфы Нарушаются условия трудового кодекса Нарушаются приказы Минтранса Нарушаются нормы труда Водители работают по суткам В условиях многомиллионного города Это ставит безопасность линейных бригад Ставит под угрозу безопасность других участников дорожного движения Участника работают сутками Мы работаем как положено Мы работаем по трудовому кодексу Мы работаем в соответствии с законодательством Неэффективность данного решения Подтверждается на основании заключения Счетной палаты Республики Башкортостан Где транспортные услуги Расходы на транспортные услуги увеличились на 178% Относительно содержания собственного автопарка Действия администрации не совпадают с законодательством Российской Федерации В соответствии с порядком оказания экстренной и неотложной медицинской помощи Приказ Минздрава 388-Н При оказании скорой медицинской помощи В необходимых случаях осуществляется медицинская эвакуация больного Водитель является членом бригады Водитель помогает осуществлять медицинскую эвакуацию Все мы это знаем Мы и носим, мы и грузим Мы все этим занимаемся Являясь водителем частника Мы просто водители Водитель просто водитель Медицинский работник Представьте, вот Татьяну Вот она такая маленькая Она будет вот с этими носилками Мне, честно сказать, страшно Представьте, страшно за ее здоровье и за ее жизнь В связи с вышесказанным мы считаем необходимым остановить процесс передачи автотранспорта Самарской скорой Как наносящий вред общественным интересам и жителям городского округа Самара Кто за данную резолюцию? Прошу проголосовать Единогласно Поддержим Ну, конечно Спасибо Единогласно Сейчас начинается сбор подписей под этим письмом Которое будет отправлено указанным адресатом Прошу всех принять активное участие на своих подстанциях Для сбора подписей Спасибо Нет аутсорсингу Нет аутсорсингу Руками помогай Нет аутсорсингу Нет аутсорсингу Нет аутсорсингу Продолжение следует...